всем привет всем всем привет из солнечной канады сегодня наконец собралась вышла прогуляться у нас прекрасная погода 22 градуса солнышка ветра нету и поснимаю вам может быть по дороге что вижу то пою пойдемте со мной я надеюсь вам будет интересно ребят кто давно со мной тот знает я иногда снимаю наши улицы по которым я гуляю я хочу вот кто недавно со мной то спасибо хочу показать дело в том что я живу в городе пригород торонто это самая-самая такая типичная антарийская застройка домов они все где-то между собой похожи но в общем немножко отличаются вот я вас привела я хотела вам показать это недалеко от нашего дома люди удивительно красиво ухаживать они в общем-то особенно даже нет таких но есть очень красиво высаживаю вот это вот дерево знаете такими что красиво от стрижено с такими шариками красивыми меня прошла поздоровалась вот это вот японские клёны с такими тоненькими как будто вы вырезанными из бумаги листиками красными я долго думала что это канадский клён но канадский клён другой немножко отличается в общем короче у них так все красиво и так так ухожено вот это вот большая большая клумба я всегда с таким удовольствием с такой завистью смотрю на на нее потому что свои я вам не покажу наша клумба возле дома оставляет желать лучшего как-то садоводство мне очень сложилось поэтому не чем хвастаться короче вот этих ребят тоже мне очень нравится причем она в принципе очень похожи это она зеркалит предыдущую клумбу и тоже здесь вот канадский клён в отличие от предыдущего дома видите какой большой красивый такие листья и у них тоже совершенно вероятного размера вдоль вокруг всего дома вокруг всего фасада идет вот такая вот красивая высадка какие-то елочки кустики вот тут что-то по земле такое скребется какие-то растения вот очень красиво выстрежены ровненько кусты и она вот такая вот большая большая идет по всему дуку смотреть какие ели маленькие такие елочки клубе я даже не знаю что это за сорт елей потому что это не большие елки а такие как будто елка куст и вот так вот она вдоль всего дома у них вот так вот идет 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 по всему вот вдоль всего дома, к забору. И вот здесь у них тоже этот красный клён. Японский. Вот это уже японский. Аккуратно очень выстриженные кусты. И вот здесь вот будет куст плекунный, очень большой. Красивый. Жалко, что не распустился. Такая шикарнейшая трава. Как будто бы хоть ешь её, знаете, такая аккуратненькая. Опять же с завистью говорю, потому что наш газон похож на джунгли из хорняков. Больше, чем на настоящую траву. Так что так. Вот это очень типичный антарийский дом. Такой, знаете, он современной постройки. Ему, может быть, лет... Ну, современный, лет 20, наверное. Но он сделан под такой немножко старинный стиль. Вот эти вот ставни, которые, в принципе, совершенно декоративные. Они абсолютно не несут никакой функции. Они просто снаружи дома, потому что, видите, окна закрыты жалюзи изнутри. А снаружи вот эти вот ставни на первом и на втором этаже, они просто чисто декоративные. И вот такой вот красивый вход. Красиво сделаны два таких горшочка с какими-то хвойными растениями. Там какая-то композиция. Вот здесь, видите, такая летняя. Какие-то цветочки. В общем, по копейке бана, короче. Симпатичный домик. Но ничего особенного. Обычный. Ну, просто я бы хотела показать вот такой вот стиль постройки, как будто бы под старинные европейские дома. Вот именно вот этими вот ставни сделаны так, как будто бы старинный дом. И очень-очень много зелени. У нас, конечно, летом у нас шикарно. Весна, лето в Канаде. Потрясающе красивое время. Ну, осень тоже неплохо. Зимой тоже ничего. Но холодно. Еще хотела вам показать. Смотрите, как красиво они сделали. Во-первых, у них очень красивая дверь в этом доме. Вообще, такой красивый вход. Такой, знаете, торжественный, я бы даже сказала. И вот два таких больших горшка с цветами и маленьких два стула и стол красненьких. У нас тоже в ходе стоит такой похожий, такой желтый. Вот это очень примета здесь. У входа ставить вот такие вот стол со стульями. Ну, как бы никто на них так, в принципе, не сидит, но просто для того, чтобы, ну, вот, как бы вот приятная такая атмосфера. Вот стол со стульями стоит у входа. В принципе, можно вечером посидеть, выпить кофе или что-то покрепче. Вполне себе даже очень. Красивый большой дом. Тоже очень типичная такая застройка для пригорода Торонто. Вот у этих ребят очень красивый, очень ухоженный клуб, вот тоже перед домом. У них, кстати, очень красивая цветла, цвела акация, вот это вот дерево, вот это вот. Но, к сожалению, уже цветы отцвели. У этих точно есть садовник, потому что я видела, к ним приезжала целая большая машина, компания, значит, привозила, приезжал с своими ребятами. Они тут все стригли, видите, тоже очень ухоженная, красивая травка. Облагораживали все вот это вот, вот это вот все красоту, вот эти кустики, все это требует подстригания. Вот тоже вот клен красный. Причем у них два. Видите, один с одной стороны входа, другой с другой стороны. И у них виден их бакьярд. Как это ни странно, обычно у нас у всех бакьярды, у нас у всех такие заборы деревянные, непрозрачные, что не видно, что делается во дворе, а у них, видите, вот такой вот забор. Я никогда не видела. Здесь, по-моему, пожилая женщина живет. Я никогда не видела, чтобы кто-то здесь выходил во двор. Но, видите, тоже так ухоженно, благорожен. Решетка, к сожалению, наверное, вам плохо видно. Вот, красивая вот такая вот елочка голубая. И там столик со стульями тоже стоит. И тоже очень ухоженно во дворе все. А этот дом напротив, они посадили такие красивые гортензии. Вот, ребят, патриоты, канадский флаг у них развивается на флагштоке возле дома. Тоже очень ухоженная клумба. И они посадили очень красивые гортензии и вообще очень красивые цветы. Я подошла поближе посмотреть, что-то они немножко у них подсыхают. Но, в принципе, по-моему, еще вот этот вот какой-то очень красивый цветок розовый. Я не знаю, что это такое. И красивое, видите, ай, вот с той стороны такой же белый есть. И красивые очень цветы гортензии. Вот они совсем недавно их высадили, разноцветные такие. Ай, и вон куст розы. Смотрите, как красивые розочки распустились. Я вам хочу сказать, что я в прошлом году тоже посадила вот такие вот гортензии. Купила, посадила у входа в дом, но они почему-то у меня все засохли. Но не распустились, я не знаю. А вот это очень красивые цветы. Вот здесь вот розовые и вот здесь вот у них белые. Не знаю, как называется. Красивая такая красная дверь, как сказочный домик. Не знаю, как называются эти цветы, но красивые. Здесь вот у нас вход в лес, вот прямо между домами. Видите, вот тут стоит дом, вот там стоит дом, а здесь вот написано, что это трейл. И вот это вход в лес. У нас огромные-огромные лесопарковые зоны остались в городе, которые не застраивали. И они как бы практически находятся в центре всего города. И вокруг стоят дома. И практически с каждой, ну со многих улиц есть просто вот такой вот вход, и вы можете идти в лес, гулять там. Это как бы такая дикая парковая зона, которая совершенно не облагорожена ничем. Просто там тропинки сделаны. И можно по ним гулять. Смотрите, какие красивые здесь цветы у нас. Ну не у нас, у них. К сожалению, не у нас. Красота. Некоторые уже, видите, прямо отцветают. Смотрите, тоже очень красиво. Ну правильно, приехал в грузовик, и сейчас будет мне тут шуметь. Ай-яй, как неудачно. Я надеюсь, что вам не слышно. Я приехал, грузовик испортил мне все кино. Ну ладно, буду говорить, может быть, вы что-то услышите. У них тоже очень красиво все сделано. И какие-то два шикарных вазона у входа в дом с такими шикарными красивыми цветами. Я знаю, что эти цветы требуют невероятного ухода. Их нужно все время поливать, поливать и поливать. У меня такие же похожие я купила. И он просто засыхает при первых же лучах солнца. То есть, если чуть-чуть становится жарко, вот эти цветы, они тут же вянут. А у них таких два шикарных вазона. На них нужно, наверное, не знаю, 5 литров воды каждый день выливать, если не больше. Ну и вот так вот у них тоже все очень аккуратненько, ухожено, елочки. Шикарная елка. Голубая, нежная такая, прелесть. Лапки свои протягивают. Ах, как же я люблю эти елки голубые. Обожаю их. Так много в Канаде. К счастью, я прям любуюсь всегда на них. Тоже очень типичное такое крыльцо. Видите, порч. Вот это вот участок за забором. Два горшочка с красивыми цветами. Очень аккуратно подстрижены все елочки, кустики. Входы прям все так аккуратненько, аккуратненько и очень, очень ухожены. Решила поснимать вот такую красоту. Посмотрите, какие нежные цветы, какого потрясающего цвета. сиреневый, королевский, королевский лиловый. Очень красиво. А там дальше будут пионы, которые еще пока... Видите, один распустился, а остальные еще в бутонах. Посмотрите, какая красотища. Вот этот вход я хотела вам показать. Посмотрите, какой-то такой тенистый вход в дом. Высокое окно над дверью и два очень красивых, два очень красивых горшка с цветком, на которых написано Санта-Крус почему-то, но не знаю так. Так они решили. И вот посмотрите, как красиво. Всегда у входа должно стоять два симметричных горшка с красивыми цветами. А там вот еще какое-то у них растение интересное. Такой красивый, тенистый, тенистый вход и вот такой веночек на двери висит. Шикарно. Very nice. Ну и просто поснимаю вам, наверное, если вам не надоело моя болтовня, просто буду вот идти и снимать все подряд, потому что в общем-то все похожие дома. И красоты только отличаются они только тем, что ну вот отделка, некоторая отделка камнем, у некоторых отделка красным кирпичом, у некоторых такие каменные, знаете, как каменный такой фасад. А так, в принципе, все довольно одинаково. Вон, ребята, вообще целую клумбу посадили там у входа. Ну, в общем, какие ворота красивые, смотрите. так, Communications Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова